В соответствии с законом Московской области сумма ежемесячной денежной компенсации составит 700 рублей. Оформить ее можно в Управлении социальной защиты населения. Рассчитывать на финансовую поддержку могут не все пенсионеры. При оформлении выплаты учитывается ряд условий. Прежде всего, пенсионер должен достичь возраста 70 лет и старше, быть одиноким или одинокопроживающим. Одинокие граждане – это когда человек вообще один, у него нет ни родственников, нет ни детей, ни мужа, или одинокопроживающие – это в том случае, когда есть семья, есть дети, но они живут в другом городе, в другом районе. То есть не зарегистрированы совместно с пенсионером, который достиг 70-летнего возраста. А также пенсионеры. Может семья состоять из пенсионеров. То есть муж или жена, один из которых достиг 70-летнего возраста. Или, например, это мать матери 85 лет, и с ней проживает дочь пенсионерка, которая там 60 лет, и больше с ними никто не зарегистрировал. Должно быть обязательно, что доход их не превышал двух величин прожиточного минимума на сегодняшний день. Один прожиточный 8400, значит, в двойном размере это 16800. Также при подсчете дохода гражданина учитывается не только размер его пенсии, но и меры социальной поддержки. Например, это могут быть компенсации или денежный эквивалент социальной карты. То есть, произная вот эта социальная карта, по которой люди ездят, думают многие, что она бесплатная. На самом деле для пенсионера она бесплатная, но для государства она не бесплатная. Поэтому денежный эквивалент имеет определенный для каждой своей категории. И этот эквивалент, он уже входит в состав, в сумму совокупного дохода семьи. Выплата носит заявительный характер. При ее оформлении необходимо иметь при себе ряд документов – паспорт, пенсионное удостоверение, трудовую книжку, справку с места жительства о составе семьи, банковские или иные реквизиты для перечисления выплаты, а также документы, подтверждающие доходы членов семьи получателя или одиноко проживающего пенсионера за три месяца. Вчера была газета, прочитали все точно-точно документы, какие нужно. Я сегодня пришла готовенько, все довольны. Я на пенсии уже очень много лет, я уже даже не считаю, но в 57 я ушла. Не работала, нет, подрабатывала в подъезде немножко, там свой подъезд убирала. Мужу 70 лет, мы живем втроем. Муж, у меня сын еще, он в армии, служила и в армии, заболела, тоже получает вашу помощь. Вот, в общем, у нас по доходам мы, получается, меньше той суммы, которая у вас написана. Все проверено, все просчитано. И всем нам вы помогаете. И мне сейчас, вот нам оформили и мужу, и мне. В первые дни работы управления социальной защитой более 200 ореховозывцев оформили компенсацию. Прием ведут 10 специалистов на первом этаже здания. Мера социальной поддержки рассчитана на три года. Выплата назначается на срок 6 месяцев. А дальше, если обстоятельства не изменились, мы продлеваем уже эту выплату сами. Если изменились какие-то обстоятельства, например, переехали, или там поменялся уровень дохода семьи, или еще какие-то обстоятельства, которые влияют на изменение выплаты. Здесь уже, конечно, мы прекращаем выплату и возобновляем тогда, когда они обратятся. Оформление ежемесячной денежной выплаты проходит в Управлении социальной защиты по адресу улица Стаханова, дом 24, с понедельника по пятницу, неприемный день, среда. Продолжение следует...